Если выражаться медицинским языком, то состояние нынешней наркологии предагональное. То есть это одна из последних стадий заболевания. Предагональное, потом агональное, а потом смерть. Мы видим, что наша наркология российская переживает сегодня серьезный, как говорят, системный кризис. Мы видим, что успехов в излечении больных от алкогольной или наркотической зависимости больших нет. Более того, заболеваемость растет. Все эти годы, в течение которых существует наркология в нашей стране, она существует у нас с начала 70-х годов прошлого столетия. Задумываться они, начал еще Хрущев, была необходимость создавать какую-то отрасль медицины, которая позволила бы избавить ветеранов войны от пьянства. Потому что спивались в основном молодые еще тогда мужчины, ветераны Отечественной войны. И это было настоящим позором для государства. Поэтому и возникла необходимость создавать такую отрасль. Ведь нигде в мире больше нет наркологии, она есть только в России. И создается такое впечатление, что кроме нас она никому больше не нужна. Что нам-то она нужна больше всего. Мы самые пьющие и самые колющиеся люди на свете. Нет. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас наркология действительно нужна. Она как отрасль медицины может быть нужна и в других странах тоже. Она должна заниматься как наркология научными исследованиями в области зависимости, выявлять новые виды зависимости, создавать новые способы борьбы с зависимостями и так далее. Но дело в том, что наша наркология, она до сих пор стоит очень прочно на материалистической почве. Я бы даже сказал на почве марксизма-ленинизма, который в человеке кроме биологического объекта не видит ничего. И вот я вижу, например, для себя выход для нашей наркологии в том, чтобы включать в область своей компетенции другие, более высокие сферы человеческой личности, такие как нравственность и духовность. Потому что, по моему убеждению, основным уровнем повреждения при развитии алкогольной или наркотической зависимости является как раз-таки духовно-нравственная сфера его. И мы должны вооружаться и терминологией, и методологией, с помощью которой мы можем войти в эту сферу. Или я бы даже сказал, подняться на этот уровень саморегуляции человеческой личности. И тогда там мы можем повлиять на развитие событий. Ведь если мы называем алкогольную или наркотическую зависимость психическим заболеванием, то есть заболеванием душевной сферы, то мы должны понимать, что для того, чтобы навести порядок в человеческой душе, нужно выходить за пределы этой территории. Есть такая теорема Гёделя, которая говорит о том, что для того, чтобы навести порядок в какой-то системе, нужно выйти за рамки этой системы. И Эйнштейн в свое время говорил, что невозможно решить проблему, оставаясь в пределах ее возникновения. Вот так и здесь. Если мы имеем патологию душевной сферы, нам нужно подниматься на более высокий уровень саморегуляции человека, находясь на котором, мы можем повлиять на душевную сферу. А это духовно-нравственная сфера. И когда мы вот в своей практике повседневной пытаемся это делать, мы видим, что наркология начинает работать. Наркология начинает приносить настоящую пользу людям. Когда мы можем вести речь не о большей или меньшей продолжительности ремиссии, когда мы оказываем помощь человеку, а об исцелении, об избавлении от самой зависимости. Это реально. Но только нужно включить в область своей компетенции человека всего, целиком, а не какую-то только его часть. И если мы переориентируем профессию врача-нарколога на просветительскую деятельность или по медицински превентологию, когда врач-нарколог возьмет на себя труд по профилактике зависимости, и если в содержании материалов по профилактике зависимости, предназначенных для нашей подрастающей молодежи, для подрастающего поколения, будут включены базисные ценности, такие как жизнь, смерть, любовь, добро, зло, семья, счастье, вот тогда мы будем бить в десятку. Тогда мы заинтересуем нашу молодежь, подогреем интерес к тому образу жизни, в котором нет алкоголя и наркотиков, к осознанному воздержанию от них. Потому что если мы не даем подрастающему поколению ответов на фундаментальные запросы их души, о том, зачем жить, каков смысл жизни, есть ли любовь на белом свете, есть ли добро, есть ли правда, которая не зависит от людей, и люди могут ей принадлежать или нет, могут служить ей или нет, но она есть сама по себе. Если мы не сориентируем нашу молодежь в духовно-нравственном смысле, то напрасно говорить о самих наркотиках или об алкоголе, это только принесет им вред. Так вот, если мы вооружим врачей-наркологов нужным материалом, тем материалом, в котором сейчас нуждается наша подрастающая молодежь, вот эта информация станет оружием врача-просветителя, который будет знать наркологическую патологию очень хорошо, то тогда мы сможем спасти наркологию, мы можем ее реанимировать и придать ей новое дыхание. Она может за собой потом потянуть всю остальную нашу медицину. И, конечно же, врачи-просветители, врачи-превентологи, наркологи, которые вооружены вот этой терминологией, они должны заниматься и реабилитацией зависимых. Они должны организовывать реабилитационный центр, руководить ими и заниматься там психотерапией, которая тоже будет включать в себя духовно-нравственную систему координат. И созданный нами врачебно-просветительский фонд, он как раз и призван к тому, чтобы готовить таких специалистов. И мы надеемся, что вот сейчас начнется наше сотрудничество, настоящее плодотворное сотрудничество со здравоохранением, со системой медицинского образования, когда в учебный план будут включены вот эти вот учебные материалы по духовно-ориентированной, нравственно-ориентированной или, попросту говоря, православной психотерапии. У врачей, у верующих врачей это очень востребовано. Я думаю, что то, что мы могли бы рассказать докторам по поводу нравственно-ориентированной психотерапии, было бы полезно и интересно и неверующим людям. Врачебно-просветительский фонд «Подвижник». Вдохновляясь прошлым, движемся в будущее.